Бриолин Чемпионка Европы Яна Кохлова и актер-телеведущий Дмитрий Хрусталёв. Да, теперь попробуй остановиться. Просто чуть сильнее нажатие. Вот и всё. Вот и всё. Вот. Да. Вот. Вбок. Да. Я тормоз. И кратит ржать уже в конце-то концов. У нас серьёзное мероприятие. Нет, нет. Это серьёзное мероприятие у нас в прошлый раз было. А в этот раз у нас очень даже не серьёзное. Так, вот это нам надо отработать. Не суетись вот тут. Начинаешь тут дружно хватать мои руки. Не суетись. Ты с любой можешь пойти. Ты стоишь вот здесь на двух ногах. Подстрой ногу, которую тебе... Да, да, да. С любой. Просто мне надо понять, с какой. Подтяну аккуратненько. Всё, молодец. И пошёл вперёд. Да, всё, я понял. Я видел, как по телевизору это движение. Взяли музыку с настолько быстрым ритмом, что у меня в голове паника сейчас. Да, 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 да. Успею, не успею. Очень весёлый, задорный, очень быстрый темп. Я до последнего момента был в панике. До сих пор я в панике. Станцуем мы или не станцуем этот номер? Нет, она молодец. 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 Я сдох в начале уже. Ты сдох в середине. Не хочу расстраивать, конечно. Жюри должно заметить, что мы разные. И это нам большой плюс. Вот видите, сами себя не похвалят, никто не похвалит. Сами себя не похвалим, никто не похвалит. Вот так. Да, ну как-то так. Поэтому мы молодцы. СМЕХ 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 Не, ну правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кто-то носит волосы все вперёд, кто-то носит их же наоборот. У кого-то растут они хоть до пят, у кого-то расти совсем не хотят. И кто-то лысый просто неотразим. Ну а я себе купил бриолинол. Бриолин – прям великая сила. Бриолин – вид прическа красива. Бриолин – средство номер один. А Бриолин – злим я непобедима. Об одном из тебя я молю. Ты не трогай прическу волью. Женские прически – отдельная тема. Вспомнить все названия – большая проблема. Знаю, что бывает, носят конский хвост. Либо забывают, как у кинозвёзд. На матушке пучок – это для балерин. Ну вы помните, я купил бриолинол. Бриолин – в нём великая сила. Бриолин – вид прическа красива. Бриолин – средство номер один. Бриолин – с ним я непобедима. А потом лишь тебя я молю. Ты не трогай прическу волью. Бриолин – в нём великая сила. Бриолин – вид прическа красива. Бриолин – средство номер один. Бриолин – с ним я непобедима. А потом лишь тебя я молю. Но ты не трогай прическу мою. Бриолин – с ним я молю. Бриолин, в нём великая сила, Бриолин и прическа красива, Бриолин, средство номер один, Бриолин, с ним я непобедим, а потом лишь тебя я молю, но ты не трогай прическу мою. Бриолин, в нём великая сила, Бриолин и прическа красива, Бриолин, средство номер один, Бриолин, с ним я непобедим, а потом лишь тебя я молю, но ты не трогай прическу мою. Поверьте, уважаемые телезрители, я когда узнал тему сегодняшнего этапа, я в первую очередь представил себе именно эту пару, Яну Хохлову и Митю Хрусталёва. Вот уж кто прирождённые стиляги. У них получился в хорошем темпе, достаточно сложный танец, единственное, ну не единственное, а к чему можно придраться, я не хочу к ним придраться, честное слово, не хватило синхронности, столько сложных шагов, и Митя где-то всё время опаздывает. Ну, в общем, простительно с моей точки зрения, потому что замечательное настроение передано. Да, идея какой, ничего, вообще ничего не видно, перестань, очень хорошо, всё стрельнуло с прическами, с волосами, вообще роскошно, отличный номер, отличный номер, просто отличный номер. Яна Хохлова и Дмитрий Хрусталёв, оценки за технику, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0, 5-9, средний балл 5,92, оценки за артистизм, все 6-0, средний балл 6 баллов ровно, общий балл 11,92. Бешеный ритм рок-н-ролла. Наверное, Дмитрий в этом номере хотел показать, что нужно оценить то, что у тебя есть, ну, про прическу я имею в виду. А, Гедеминес, что тебе не хватило в технике? Ты опять что-то увидел? Да, нет, увидел, увидел. Мне Татьяна Анатольевна говорит, видел? Я говорю, видел. Всё увидел, я говорю, почти что. Нет, ну, во-первых, когда он надел чёрный парик, я думал, неужели сейчас лесгинку сделают? Ну, это уж вообще будет, чересчур. Но всё равно обыграно, всё здорово, вот совершенно здорово. Я говорю, ну, куда они двинутся? Классно, сняли один парик, отработали лысый череп, одели другой парик. Ту тему тоже отработали. Молодцы, мне что очень нравится? Это вообще, я считаю, пара просто украшения нашего проекта. Потому что они делают совершенно разные артистические вещи, что мне это безумно очень близко. Они на самом деле, великие артисты, которые собрались вместе. Яна для меня открылась, Хрусталёва, она просто классная, отличная артистка и спортсменка. Потом, посмотрите, мне что очень понравилось в беговых, Татьяна Анатольевна? Медленный беговой и потом вдруг быстрый. Срыв темпов в беговых, ну, это как у нас хореографии, знаете? Медленный шаг, потом быстрый, потом опять быстрый, потом опять медленный. Вообще просто здорово. И я хочу отметить, что пары не боятся ни темпов, ни сложностей. Вообще ничего не боятся. Даже судьи уже перестали бояться. Понимаете, 5-0-6-0. 5-9-6-0, вернее. Молодцы. Понимаешь, Лёш, я думала, Гедеминус говорит, что пара – это украшение проекта. Я думаю, что Гедеминус у нас украшение проекта. Потому что таких комментариев я вообще не слышала. Таких долгих, таких точных, да, расписанных, всё. Просто я не знаю, как будто у него какая-то фотографическая память. Учусь у вас, Татьяна Анатольевна. Учусь. Елена Васильевна, вы как настоящий профессор, доктор России. Скажите, что же сделать с Хрусталёвым, чтобы у него, может, волосы начали расти? Вы знаете, дело в том, что лысина – это признак высокого уровня мужского полового гормона тестостерона. Так что, завтра я бреюсь на лысо. Придётся. Я хочу сказать, что я восхищаюсь Дмитрием Хрусталёвым в этом проекте, честно. Я смотрю по телевизору, вот в последний раз просто был бесподобный танец в смокинге, медленный, красивый. Поэтому, Дим, я за вас тайно шлю смс-ки. Можно? Я дело в том, что я Яночке букет цветов подарил, но это ещё не целый подарок. Дело в том, что сегодня, 6 октября, у Яны Хохловой, моей партнёршей, день рождения. И я её, седьмого, и я её с удовольствием поздравляю. Яна, с сёброждение! Поздравляем! 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 Дим, я, конечно, понимаю, что тебе и лысым удобно, и в чёрном удобно, и в белом длинном удобно, но ногам было не совсем удобно. Куда тебя понесло? Чего ты там забыл и где ты запутался? Очень быстрый ритм. Ноги не успевали за этим ритмом. Если бы мы это танцевали на паркете, конечно же, я успел. А на льду, ну, пока не поспевают. Взяли такой темп, и я немножко не справился, но я буду стараться. И мы с Яной обещаем, что к концу проекта мы возьмём ритм ещё быстрее, и всё сделаем чисто и чётко. Татьяна Анатольевна, обещаем вам! Яна, скажи, пожалуйста, какие у тебя остались ощущения и впечатления после катания? Ведь всё-таки ж мужчина на тебя забирается, поддержки вы такие держите, скоро ты его, наверное, туда вкнуть, свечку поднимешь. Ну, про верхние поддержки мы уже говорили, я пообещала. Вот, но пока, пока ещё их не будет. Я должен схуднуть. Я тоже хотела сказать, надо похудеть килограмм ещё на 15. Нет, я хочу сказать Диме огромное спасибо за то, что он всё-таки согласился на этот бешеный темп, потому что, ну, не то, чтобы долго уговаривать пришлось, просто всегда нужно иметь силу убеждения. Я очень рада, что ты поверил нам всем, и тренерам, и мне, и согласился на это, и замечательно справился, даже несмотря на то, что что-то забыл, никто ничего не понял, всё равно ты здорово это всё отыграл, и эмоциям не поддался.